Сегодня в России запускают самый современный и мощный в стране атомный энергоблок поколения 3+. Он расположен на Нововоронежской АЭС-2. Физический пуск включает в себя загрузку, сборку реактора, выход на номинальные параметры, проведение необходимых экспериментов по критическому состоянию, выход критического состояния и проведение экспериментов, необходимых для подтверждения проектных данных, данной топной загрузки. При строительстве энергоблока предусмотрена защита от землетрясения, урагана, цунами и даже падения самолета. Энергоблок снабжен пассивной системой отвода тепла, что предотвратит ЧП даже в случае отключения питания. Под корпус реактора установлена также так называемая ловушка расплава активной зоны, что при любых нештатных ситуациях позволит избежать заражения почвы или выброса радиации. Все это поднимает безопасность энергоблока на новый качественный уровень. Сейчас на связи с Лайф по скайпу научный редактор журнала «Вестник Атомпрома», эксперт в области ядерной энергетики Федор Буиновский. Федор, я вас приветствую. Расскажите, пожалуйста, будут ли такие реакторы появляться в других регионах? Почему именно на Новой Воронежской АЭС был впервые построен такой реактор? Ну, вообще, Новой Воронежской АЭС, такой станции «Пионер», там появились все референтные блоки ВВР от 440-х, вот теперь до 1200-го. Это референтный блок по новому поколению, 3+. Теперь мы будем строить только такие энергоблоки. Они будут строиться и в других регионах, разумеется. Сейчас аналогичный энергоблок сооружается на Ленинградской АЭС в Сосновом Бару. В данном случае непосредственно строительство на Ново-Воронежском, в Ново-Воронеже, ну, этот регион развивается, там появляется больше промышленных объектов, соответственно, эти объекты нуждаются в электроснабжении. Вот, собственно говоря, поэтому и сооружаются такие блоки. А что значит поколение 3+, вот я обозначила коротко особенности системы безопасности, которые позволяют предусмотреть различные ЧП и не допустить серьезных последствий. Вот кроме этих ловушек, каких еще элементы новые, новаторские, инновационные, предусмотрены здесь, которые позволяют говорить о том, что это АЭС поколение, этот блок поколения 3+. Чем он принципиально отличается от поколения, допустим, третьего? Ну, прежде всего, понимаете, например, до фукусимских событий, российские атомные электростанции считались избыточно безопасными. То есть там было достаточно большое количество систем безопасности. 3+, предполагает, что, ну, там даже самая ловушка расплава активной зоны, это достаточно инновационная разработка, которая отсутствует на любых других проектах, других атомных электростанций. Только мы придумали, разработали эту систему безопасности и теперь ее сооружаем. Вот, собственно говоря, также достаточно большое количество активных и пассивных систем безопасности, они практически начинены, вся там электростанция, ну, там, контайна, да, то есть, ну, может выдержать прямое попадание, там, самолета, да, крышку реактора, там, например, излительный реактор, а контайна того здания, которое строится над реактором. Оно обезопасено от землетрясений, от наводнений, хотя мы строим наши атомные электростанции на берегу морей, да, как и другие страны. Вот как-то так. Вы сказали ключевую фразу «только мы придумали». То есть, это сугубо отечественная разработка, то есть, наши специалисты здесь работали без помощи иностранных специалистов. Слышно. Вас не слышно. Давайте повторю я, Федор Владимирович, еще раз вопрос. Вы сказали ключевую фразу, что «только мы разработали эту систему», ну, ту самую ловушку, о которой мы уже подробно поговорили. Вы меня слышите сейчас? Посмотри, что вас не слышно. Вас не слышно, мы пропали. Да, к сожалению. Ну что же, спасибо вам, Федор Владимирович, за подробности. Другие было бы любопытно узнать, но нет. На прямой связи со студией по скайпу был Федор Буиновский, научный редактор журнала «Вестник Атомпрома». Эксперт в области ядерной энергетики.